Даже не верится, но до Нового года остался всего один день. И об этом напоминает буквально все. От елок на каждом шагу до праздничной суеты в магазинах. Но в торговом центре «Корона», куда многие спешатся покупками, брещанных гостей города ждал особенный сюрприз. Дед Мороз хоть и сказочный персонаж, но понимает, что праздничные хлопоты – дело очень важное. Поэтому решил поздравить малышей и взрослых прямо в супермаркете. Здравствуйте, Дедушка Мороз! Очень приятно. Желаю вам в следующем году хорошего здоровья, настроения хорошие. Родителям вашим тоже. Держите конфетки вкусненькие. Такую замечательную акцию провела Ленинская районная общественная организация «Белая Русь». «Белая Русь» ежегодно проводит акции в Новый год с «Белой Русью». Мы всегда поздравляем детей, приглашаем из многодетных семей, детей инвалидов. Но сегодня акция нестандартная. Мы организовали фотозону в торговом центре для того, чтобы привлечь внимание больше деток, больше людей, чтобы они увидели, порадовались. Пригласили Деда Мороза. Дед Мороз раздает всем подарочки. Хочется пожелать в преддверии Нового года всем крепкого здоровья, благополучия. Пусть у деток, пусть у всех будет на душе прекрасное настроение. Только тепла и уюта в домах. «Чужих детей не бывает» – это главный слоган акции добра, которая добралась до вспомогательной школы областного центра. Здесь новогоднее представление захватило каждого присутствующего и закружило в веселом хороводе. Вот так весело и задорно водили хоровод воспитанники и представители администрации Ленинского района и предприятий. Маленькие дети дарили искренние улыбки взрослым, и те отвечали им взаимностью. Но веселыми танцами праздник не ограничился, ведь какая сказка может быть без волшебников? Дедушка Мороза, Снегурочка, Баба Яга – все они пришли на праздник, чтобы поиграть с ребятами и зажечь красавицу елку. «Раз, два, три, елочка, гори!» И вот елочка заиграла множеством ярких огней и началось настоящее веселье. Игры, песни, танцы захватили каждого, а после ребят ждали сладкие сюрпризы. И хоть те, кто дарят подарки, внимание не всегда приходят в облике сказочных персонажей, детей все равно называют волшебниками. Ведь они исполняют мечты и дарят настоящую сказку. Дети довольны, дети счастливы, дети получили подарки. За подарки огромная слова благодарности тем людям, тем организациям, которые не только на Новый год приходят и вручают подарки, поздравляют наших детей, но и в течение года поддерживают заведение, нашу вспомогательную школу, и коллектив, и, конечно, детки, их подарки, которые помогают им развиваться и повседневно в быту, где-то чем-то заниматься полезным с надеждой и развитием в дальнейшем и тех же детей. Мы очень рады, что сегодня все отозвались и пришли к нам на праздник. И вместе с нами плясали у елки. Это, наверное, показатель того, насколько люди добры душой, они могут и дарят нам надежду в то, что вот есть что-то такое светлое в наступающем, в Новом году. И, в общем-то, наверное, в душе каждого человека. Новый год – это праздник, когда мы дарим подарки. И сегодня подарок был не столько конфеты или какие-то материальные облака, сколько внимания к детям, внимания и забота о детях. Вот, наверное, это главное. Этим детям сложно учиться, но именно они, как никто другой, верят в чудеса и сказку, которую им дарят вместе со сладостями. Стоит отметить, что подобные добрые новогодние акции пройдут во многих учреждениях образования, ведь акция «Наши дети» продлится до 14 января.